хорошо так наша перерыв прошел и продолжаем наши лекции стилем преподавания и тренировки у нас основном есть три стиля тренеров тренер тренеров есть автократический тип так называемый командир есть демократический тип и непринужденный тип тренера все они вот эти варианты еще имеют свои особенности чистого варианта такого такого может нету есть автократного тренера тоже там части и демократический и непринужденного типа и также у демократического типа автократического типа так что чистого такого варианта не нету но чем на чем основа является автократический стиль он основается на том что тренер принимает сам все решения связанные с подготовки с всеми остальными аспектами бокса и тренировок боксер должен подчиняться командам слушать и выполнять эффект боксер становится исключительно дисциплинаров дисциплинарованным и организа организованным этот тренерский стиль однако может помешать боксеру развить собственное умение думы я как преподаватель физкультуры в школе знаю что именно при работе с большими группами я буду вести больше автократический стиль свистком перед рядом начинаю занятие скажу что мы будем делать сколько длится урок и там команды также рекомендуется при начинающих и именно если у нас есть большие группы начинать вот такой автократический стиль где тренер руководит тренировку как командир это потому что это помогает вам вести дисциплину своем группы работы и организовать его лучше а когда у нас становится уже группы поменьше мы пройдем больше индивидуально подготовку естественно мы должны даже знать какие качества у нас есть у нашего ученика и и знать его особенности поэтому демократический стиль больше подходит уже индивидуальной подготовки где тренер принимает решения на основе предложения и мнения боксера боксер участвует своими предложениями в тренировочном процессе и во всех остальных аспектах бокса вот например если сказать что это более лучший вариант для боксера профессионала который занимается занимается станом тренером они должны обсуждать разные аспекты подготовки не только с друг другом но имея ввиду и там промоутера и так далее но и так если у вас есть там один или два ученика с кем и вы едете на соревнования конечно вы проводите очень много времени вместе если вы начинаете его командировать вас не получаются хорошие отношения хорошие отношения получаются из-за уважения которые вы получаете от своего ученика и за счет своих качеств и как вы с ними своими учениками придете форум эффект это этого типа помогает тренерам развить отличные отношения с боксерами однако чтобы боксер работал успешно в этом стиле он должен иметь исключительно широкие знания и быть используя исключительно опытным значит уже опыт опытными боксерами такой стиль получишь третий стиль непринужденный стиль где тренер имеет небольшой вклад подготовку и в другие аспекты бокса боксеры могут следовать собственной тренировочной программе собственным темпом и условиями это подойдет больше к фитнесу фитнес подготовки где люди придут для того чтобы просто заниматься они не имеют высшие высшие цели и значит и тренер не может даже контролировать и не действия потому что обычно люди и работают или у них есть учеба есть какой-то контакт с учениками но нет постоянного контроля нет постоянной связи с учеником если говорить об одной тренировке бывают такие тренера которые вот просто пришли на месте сидели дали боксером работать и пошли домой не обучая не мешая тренировочный процесс и здесь боксеры могут следовать собственной тренировочную программу конечно фитнес программу может делать например фитнес тренер так что нельзя сказать что это фитнес тренер не при нужденного стиля но у него есть только маленький вклад при подготовке тренер этого боксера этот позволяет боксерам наслаждаться своими тренировками помогает развивать умение думать это стиль однако может замедлить техническое физическое развитие боксера потому что нету постоянного контроля и обратимой связи с тренером так и эти были наши стиле тренировки тренеров некоторые элементы общей подготовки на высшем уровне следующее тело развитие выносливости что такое выносливость это способность организма делать усилия и от оставаться активным долгое время а также его способность сопротивляться выдерживая выдерживать восстанавливаться от усталости и не подавиться ей в других словах выносливость это способность сопротивляться усталости упражнения для тренировки общей выносливости рекомендуется следующее бег на длинной дистанции на низкой и средней скорости ну скажем 10 километров начало 10 километров до 20 километров плавание на длинную дистанцию безпрерывно прыжки через скакалку тоже длинные как минимум 10 минутные такие упражнения любые упражнения по различные методы тренировки с интервалами и так далее командные игры например футбол баскетбол очень хороший хорошая игра для для боксера если уже поговорить про за развить и силы то есть мы должны иметь ввиду именно собственный вес спортсмена потому что это указывает уже на то какое у него максимальная максимальная сила с каким силам люди могут например понимать штангу ясно если у нас боксера весить 40 килограмм и другой весит 100 килограмм что боксера с большим весом поднимает штангу больше потому что у него уже физиологически есть больше мышцных волокон что такая сила это способность применять мощь физическим объектом используя мышцы физическую силу называют тоже мышцную силу и тренировка силы легко связается с тренировками с поднятием тяжести но на ранных этапах подготовки тренируются поднятием больших тяжести не рекомендуется как я рассказал по финских хоккеистов что они занимаются только с технику и занимаются с клюшкой и и с маленькими грифами сначала изучают технику а потом уже при развитии уровня у них уже поднимаются поднимаются и другие весы упражнения для общей тренировки силы такие как различные виды отжимания общие отжимания отжимания с хлопком подтягивание перекладине бросание метбола бросание камней упражнения с кантелями именно с маленьким весом если делать боксерское упражнение а если пела силовую подготовку так конечно надо повышать уже интенсивность упражнение понимая гантели минимум 10 килограмм упражнение с использованием собственного веса или веса партнера особенно рекомендуется в начальном подготовке различные формы прыжков многократные прыжки прыговые упражнения очень хорошие для боксера но надо иметь ввиду что при развитии равновесия рекомендуется и упражнения приседания тренировка быстроты что такое быстрота это способность делать движение самым быстрым образом в самое короткое время очевидно в боксе они очень важны чтобы делать очень быстрые движения в самое короче время тренировка быстроты проводится для уменьшения времени реакции для развития быстроты и частоты движения и также при развитии скорости передвижения как спринт-эскибек но он помогает боксерам и развивать мысов именно скоростных волоконов мысов ног которые помогают боксерам эффективно мареврироваться в ринге и повышать силу удара упражнения для общей тренировки быстроты это бег на короткой дистанции из 20 до 60 метров бег и физические упражнения по методу повторения такие как спринты бег вниз по склону более легкие условия прыжки через как калку с ускорением командные игры и подачи спринт-эскибек также координация при развитии умений боксировать мы должны или иметь хорошую координацию или развивать координацию общую координацию с помогательными упражнениями для боксера если делать очень сложные движения и координация у наших учеников плохая они не могут принимать и делать правильные движения поэтому очень важно для тренеров не дать слишком сложных упражнений в начале бокс сам развивает координацию естественно но для развития боксерских качеств развитие мастерства очень важна тренировка координации координация это способность контролировать движение собственного тела и пространстве и во времени она включает равновесие ориентацию пространстве и ритм вот как отличаются например кубинские боксеры от других именно в том что у них очень хорошее чувство ритма потому что но можем сказать на это влияет также их их не культура где они очень-очень много танцуют и эти танцы латынские танцы именно на развитие ритма уже в молодежи они занимаются просто не знаю нет даже не занимаются боксом уже умеют танцевать так во время тренировки координации должен иметь в виду что у некоторых людей координация хуже и они развиваются его медленнее чем люди имеющие хорошую координацию от рождения координационные умения можно улучшать и кстати здесь очень важный принцип именно тренировка женщин у них уже с родом лучше координация чем у мужчин поэтому и они обучают движение намного быстрее и с ними можно ускорить как бы процесс обучение и за счет того что они уже имеют хорошую координацию но чтобы развивать эту координацию конечно надо делать сначала общее упражнение как кувырки салто парцовский мост такие упражнения где развиваются общая координация а потом спортивные игры тоже очень хорошие для тренировки координации именно футбол потому что здесь тоже включаются ноги ноги у нас имеют самые большие мышцы в организме и это позволяет нашим головным мозгам их начинать контролировать чем больше мы работаем между системы мышца голова тем тем лучше у нас развивается координация ускорение ускорение ног то есть развивается скорость ног развивается выносливость развивается координация поэтому считается футбол один из самых лучших для подготовки боксеров ну конечно не стоит только футбол играть но он хорошо помогает как все развиваться именно при координации если вы смотрите например какие делаются упражнения футболистам там на лестницах разные прыжки и так далее то есть уже очень многие тренеры используют такие же варианты такие же варианты тренировок именно для развития координации эти особенно из футбола пришли к боксу общее упражнение для тренировки координации это простые гимнастические упражнения как маховые движения руками при ходьбе и на месте ходьба и одновременно выполнение одновременно выполнение прямых ударов ударов снизу ударов сбоку упражнение с тенисными мячами очень хорошие для развития координации броски плавания передвижения с тенисными мячами упражнения для баланса на одной ноге разные игры на одном ноге игры футбол мини-хоккей баскетбол кувырки вперед назад и сторону прыжки кувырком салты прыжки и другие прыгать через скакалку различного уровня назад на одной ноге и так далее а кстати еще специальные для для боксера это пневматическая груша также как при скакальке мы работаем больше с ногами то при пневматическом груши мы работаем больше больше с руками общая тренировка без снарядов многие тренировки могут проводиться без гимнастических снарядов или тренировочного оборудования также как и в зале боксеры должны находиться на месте где тренер может видеть движение каждого из них и на расстоянии которое позволяет им слышать объяснение и видят показ упражнение значит как позицируется тренер в зале это очень важно если у вас ученики стали в ряд они должны всех вас увидит но только это не самый лучший лучший вариант начинать с передвижениями значит надо их группировать уже поставить на разные группы но в том числе иметь ввиду чтобы вы видели каждого ученика и ученики видели вас имейте ввиду когда вы будете сдавать практический экзамен что вы использовали этот принцип что позицирование правильно зале между учениками тренировка выносливости без снарядов тег на длинную дистанцию на любом покрытие плавание игры и подачи тренировка сила без снарядов понимать и нести и дрога камни или партнера подтягивана в ветках деревьев или на любых брусьях лазить по деревьям прыгать через препятствия прыжки через препятствия тренировка быстроты без снарядов это бег на короткую дистанцию на любом покрытие спринт и спринт и бег 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 на легких условиях вне горы вниз коры например бег по разно разнообразным методом тренировки упражнения использованием мелких вещей камней шишек и так далее спринты из препятствия например спринт между деревьями или боксерском зале между снарядами также используются разные колеса колеса от машин для прыжки и скоростной бег тренировка координации без снарядов это упражнение на баланс например баланс на одной ноге держать баланс и и на месте и на передвижении игры в зеркало спортсмены повторяют движение друг друга в зеркало упражнение например противоположение круги руками правая рука делая круг назад а левая вперед и наоборот упражнение спалансирование на камнях скалах и других препятствий это которые вы должны иметь ввиду когда начинает планировать уже на месте свое занятие на практическом экзамен и вы должны иметь ввиду какие у вас есть снаряды если вы скажете что у вас снарядов не был но тогда вы должны извините меня делать тренировки без снарядов так как тут только что разговаривали если есть снаряды если у вас есть с собой свои наряд снаряды есть там есть на место мы еще пока не знаем можете использовать упражнение на снаряда на боксерских мешках на грушах на лапах с перчатками очень хорошие если ноги спрашивают меня и ну какие есть упражнения на на координации ну так же вот круги с руками общее движение кувырки потом же упражнение на равновесие если делал боксерское упражнение это удар шащита с передвижением они могут постепенно повышать этот уровень для развития координации так немного разговариваем откроем тоже развитие силы если делать изометрические тренировку это обычно в боксе захваты разные упражнения на средней на ближней дистанции подставка например это изометрическая тренировка изометрическая тренировка состоит из упражнения которые выполняются без видимых движения тела или мыс как например растяжка значит у нас есть постоянное напряжение в мысах но движения нету именно вот боксеры устаются на ближнем дистанции при борьбе потому что не развивали изометрическую силу и изометрическая выносливость этих мыслей поэтому они тоже нужны и их называют статическими упражнениями эта тренировочная программа используется для развития сил и мыс посредством сопротивления изометрическая тренировка увеличивает силу но для лучшего результата тренировку силы надо комбинировать с динамическими силовыми упражнениями как работа с тяжестями в одну тренировку можно включить 4 из 4 до 6 изометрические упражнения упражнения на сопротивление с партнером из партнера основным принципом изометрического упражнения не является ни объем ни частота не повторение упражнения внимание направлено на продолжительность упражнения изометрические упражнения действуют по принципу перегрузки постепенно увеличиваете тяжести и или сопротивление чтобы увеличить интенсивность упражнения но какими могут быть упражнениями изометрических упражнений которые боксеры используют под борьба например ближней дистанции боксеры бороться с друг другом течение трех минут или или в упор лежа или упражнение то есть где мы стоим на руках какие могут быть упражнения 3 для тренировку изометрические силы упражнения могут выполняться без снарядов или оборудование в любое время в любом месте оптимальная сила и мощность развиваются четырями до 6 повторениями из 20 до 40 секунд на одно повторение соответствующими прерывами на одну между повторений и от на отдых между повторениями для сопротивления и упражнения можно использовать собственного тела боксера существующие сооружения и тяжести хорошо используют также разные резины эспандеры развитие изометрических сил позволяет работу большому числу мышечных волокон по сравнению с нормальными силовыми упражнениями повышение активности мышечных волокон позволяет боксерам развивать силу мысль всего тела но при том надо конечно иметь ввиду что дыхание здесь очень важно нельзя держать дыхание надо постоянно дышится изометрические при изометрические силы обычно почему он принесет к утомленности это именно то что не дышится правильно упражнения могут выполняться в любом месте в любое время в любом положении менять интенсивность продолжительность и число повторения упражнения зависит от возможности боксера придем динамической силы один из вариантов динамической силы это плеометрическая тренировка которая очень важна для боксеров плеометрическая тренировка это упражнения которые выполняются для развития силы в различных частях тела они состоят из быстрых мощных секвенций и движения которые используют собственный вес боксера без дополнительных тяжестей например прыжки от скамейки в одну тренировку можно включить два или три плеометрические упражнения потому что они очень сильно влияют на мышц нагрузку рекомендуется делать их утром для меньше усталости мышц пока у них еще есть хорошее качество для скоростной работы основной принцип геометрические упражнения это постепенно увеличение перегрузки если его делать последовательно она успешно развивает динамическую силу и мощность и именно мощность вот при исследовании верхошанского 90-х годов они начали использовать разные разные прыжки именно прыжки на тумбочку с тумбочкой вниз и выяснили что он хорошо очень развивает именно взрывную силу это взрывная сила это который помогает начинать быстро движение быстро начало движения это именно важно для боксеров чтобы соперник не мог реагировать на наши движения надо именно быстрое начало движения можно использовать и набивные мячи можно использовать то есть упражнение с хлопками например супермен и они тоже очень хорошо развивает силам из при при метрической тренировке перегрузка тренировка должна потребовать от систем тела улучшения их работы когда тело адаптируется увеличение нагрузки тренировки нагрузку надо еще увеличивать чтобы получить адаптацию вызванную перегрузку нагрузка тренировок не должна увеличиваться быстро противном случае тело не адаптируется и заболеет и перед того как начинаем делать климатическое упражнение надо подготовить нашу функциональную систему именно при работы на силовой выносливости чтобы у нас укрепились связки и и суставы чтобы не было разных травм перегрузку надо внимательно контролировать обеспечить равномерный успех и избегать опасности перетренировки с хорошей подготовки и правильной техники программа климатические тренировки оптимальная сила и мощность развиваются 6 до 60 повторений каждого упражнения 3 серия создайте и включите различные круговые тренировочные программы как я сказал например тренировка crossfit и каждой минуте делается но делается по-разному зависит от сложности упражнения например подтягивания на перекладине там 6 раз за минуту можно делать 10 раз зависит от веса собственного веса боксера отталкивание штанги от груди например 10 из 8 до 10 раз от груди если если мы делаем также что делает было большим весом тогда у нас развивается взрывная сила с помощью плиометрическим упражнениями создайте и включите различные круговые тренировочные программы но имейте ввиду чтобы они действовали на плиометрические силу упражнения на гибкость должны выйти в разминку чтобы подготовить нашу функциональную систему для эту работу подбирая упражнения для тренировки тренер должен обдумать специальные нужды боксеры какие помогают и взорваться именно при боксерские движения упражнения должны включать в себе прыжки скачки на одной ноге резкие переходы прыжки с изгибом кручение упражнения позволяют боксеру менять направление движения тело и положение менять интенсивность продолжительность и частоту упражнения тренер должен контролировать акцент тренировки выполнение бокс боксер боксерские движения быстрее чем обычно приведет к вылучению показателей быстроты так что с помощью физические упражнения мы можем поднимать скоростных качеств движения наших боксеров но только надо иметь ввиду чтобы делать этих упражнения правильном режиме и поэтому мы раскрыли вам вот эти методы именно метод повторения метод круговой тренировки больше позволяет боксерам развивать силу интервальный метод и безпрерывный метод больше развивает выносливости так хорошо перед того как начинаем планирование если у вас появились вопросы именно при развитии физических качеств можем поговорить по этой теме ну скажем 5-10 минут есть вопросы комментарии рекомендации и своей практике пожалуйста поднимайте руку и дадим слово